девчонки всем привет меня зовут марина добро пожаловать на мой канал сегодня 8 марта я вас поздравляю всех с праздником весны всем любви счастья здоровья будьте любимы любите на улице весна птички поют я вымола волосы нанесла масочку питательную увлажняющую я вам показываю эту масочку это из линейки про лекси с гиалуроновой кислотой в артикуле 07 36 очень хорошая маска и на маска па для лица препятствует появлению морщин заряжает клетки энергией возвращает кожу сладкость и сияние ну и при частом использовании она предотвращает ранее появление морщин наносится на очищенную кожу лица и очистила на 15 минут очень хорошая лекала в этой тканевой масочке на хорошо пропитана так что нужно приводить себя в порядок на праздник девочки сняла я масочку все волосы я высушила уважила волос отрос или еле уложила уже надо пойти постригаться нужно постричься ну и нанесла я нашу входовый крем это омолаживающий крем для век лифтинг и сейчас нанесу крем для лица омолаживающий крем для лица лифтинг тоже третья ступень в артикуле 2983 нанесу вот крем для лица третью ступень ну все девчонки будем готовить праздничный будем готовиться к праздничному столу вкусности девочки буду готовить еще я уже жульен сейчас вот мне подрумянится чуть-чуть лучок и нарезаю вот я грибочки это мне вешенки я уже отварила филе куриное у меня уже готово и вот нужно жарить грибочки вот такие вот вешенки какие красивые я сегодня купила я сейчас подремяню грибочки нам понадобится куриное филе грибы на жульен сметана это примерно 200 грамм 2 столовые ложки муки посолить поперчить сыр и потом я в кокотнице разложу и сверху сыром на 15-20 слоев я поперчу грибочки подрянились вот такие хорошенькие смотрите и буду я добавлять филе филе я нарезала добавила сейчас перемешаю буквально пару минут чуть-чуть отставлю и не нужно будет до столовой ложки муки филе обжарить немножко еще поперчу так как филе и посадим в воду и вот посадим обжарить муку перемешиваем перемешиваем в кафе Добавляем сметану и еще пару минут протушиться. Добавляем кокотницу. Добавляем кокотницу. У меня есть вот такие, специально профессиональные, но я в них не буду готовить, потому что неудобно потом разогревать. Естественно, сразу все не скушаем, а потом это все нигде не разогреешь, потому что это нужно сразу кушать. А здесь удобно, очень разогреть потом в микроволновке. Вот сейчас я думаю, что какую-то стеклянную еще посуду нужно отдельно приготовить еще студенту своему. Ну а нам как бы хватит вот как раз вот такие вот три одинаковые кокотницы. Выложила в кокотнице Жюлье. Это большой самый студент. Ну это так, потом сами будем кушать. А это именно на стол. И я натерла сыр моцареллу. Сейчас сверху вот выложу. И минут на двадцать поставили, пятнадцать поставили в духовку. Вот как раз сыр. У меня был кусочек. Девочки, поставили на Жюлье на духовку. Выставили двадцать минут. Все будет выпекаться. Девочки, будем готовить салат вечером. Может нарезала. Вот я отварила говядину. Кубик. Так вот соломкой. Один красный перчик большой, свежий. И сейчас я замариную. Вот так вот порезали свежий огурчик и лук. Синего лука не было. Делаем, что будет соус. Замариную. Можно добавить еще кровь. Промаринуется. И пусть настаивается. Рассмешаем все вместе. В своем соусе огурчики с луком я добавила, уже перемешала. Ну и вот такой вот салат получается сверху кунжут вечи. Очень редко, но периодически на праздники готовлю. Вот такой еще салат. Кукуруза маринованная из банки. Морковча и грудка куриная. Муж порезал. Я еще добавлю майонез. Все перемешаю. И салат готов. Очень вкусный салат получается. В общем, девочки, вот такой вот салат получается. Девочки, я буду готовить эклеры. Нам для этого понадобится 125 грамм маргарина и 1 стакан воды. Это нужно все закипятить. В общем, я буду делать двойную порцию. У меня здесь 2 стакана воды и 250 грамм маргарина. У меня все это уже растаяло, закипело. И буду добавлять 1 стакан муки. Но так как у меня двойная порция, буду добавлять 2 стакана муки. На одну порцию нам нужно 125 грамм маргарина, 1 стакан воды, 1 стакан муки, 4 яйца. Сейчас я добавлю муку сюда и буду перемешивать, чтобы было тесто густой и густой. И поставлю его остывать. Когда тесто остынет, буду добавлять уже яйца. Взбивать миксером на однородной массе. Клейсер буду делать. Взбивать муки, чтобы ничего не пригодилось. Смотрите, какой он украду стоит. Остыло мое тесто, и теперь я буду вбивать яйца, на одну порцию нужно 4 яйца, но так как у меня двойная порция, я буду вбивать 8 яиц. Чтобы тесто было густое, как на оладьи. Торт я решила не делать на праздник, потому что у мужа был день рождения, у сына я делала бисквитный торт. Решила сделать эклера, я давно их не делала. Теперь берем мой миксер и взбиваем. Смотрите, девочки, какое тесто получилось. Вот такое. Буду я выкладывать десертной ложкой. Сейчас возьму противень, выложу пергамент и покажу, как я буду выкладывать. Девочки, застелила я противень пергаментной бумагой. У меня даже духовка уже разогрелась, и вот я буду выкладывать так вот эклеры. Девочки, я буду выкладывать десертную бумагу. Я беру, чтобы выкладывать тесто, как я пошел. Я беру, что выкладываю на бумагу. Я беру, что я беру, что я беру. Я беру, что я беру. Ну и поставлю минут на 30, а там уже буду смотреть, у меня духовка уже девочки разогрелась на 180 градусов, поставлю минут на 30, ну и буду смотреть уже по ситуации, девочки, я вам подскажу какое время, будем ждать, девочки, вот мои эклеры, выпекались они, выставляла на 30 минут, добавляла еще 10 минут, вот такие, потому что они не более румяные, ну и теперь они должны остыть, сейчас у меня еще там тесто осталось, выложу остальное, и буду взбивать вот такое вот, еще на молоко, вареное с сахаром, с маслом сливочным, масло у меня уже мягкое, ну пока буквально вот одну банку на 200 грамм сливочного масла буду взбивать, если вдруг не хватит, у меня еще есть одна банка, вот еще, вот такие вот эклеры, выпекла я свои эклеры, взбила я сгущенку и рис, и масло сливочное, вот это я приготовила, и буду, буду, и вот у меня шприц, буду сейчас его наполнять, ну и вот такой вот, делаем угольчик, все, выполнили, вот, ой, Елиза пришла миской тарахтить, наполнила я эклеры, все готово, столько, вместо тортика, вот так вот, такие пирожные, всех девочки с 8 марта поздравляю, всем любви, удачи, будьте любимы, всем пока-пока,